Детям 60-х В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас! Часами мы мысли для тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки. А когда впервые несли из горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. Мы уходили из дома утром, играли весь день. Возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари. Там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было. Трудно представить. Мы резали руки и ноги. Ломали кости и вбивали зубы. И никто ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках. Привыкая не обращать на это внимания. Мы ели пирожные, мороженое. Пилили лимонад. Но никто от этого не толстел. Потому что мы все время носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек. И никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов, спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых телефонов, интернет. Мы несли смотреть мультики всей толпой в ближайший дом. Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома, находили их. Мы катались на великах, Пускали спички по весенним ручьям, Сидели на лавочке, на заборе Или в школьном дворе И болтали, о чем хотели. Когда нам был кто-то нужен, Мы стучались в дверь, Звонили в звонок Или просто заходили и виделись С ними, помните? Без спроса, сами. Одни в жестоком и опасном мире. Без охраны. Как мы вообще выжили? Мы придумывали игры с палками И с консервными банками. Мы воровали яблоки в садах И ели вишни с косточками. И косточки не прорастали у нас в животе. Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятие о том, что можно откупиться от ментов Или откосить от армии Практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона. Можете себе представить? Это поколение породило огромное количество людей Которые могут рисковать Решать проблемы И создавать нечто Чего до этого не было Просто не существовало. У нас была свобода выбора Право на риск И неудачу Ответственность И мы как-то просто научились Пользоваться всем этим Если вы один из этого поколения Я вас поздравляю Нам повезло Что наше детство и елые Закончились до того Как правительство не купило Молодежи свободу Взамен за ролики Мобилы Фабрику звезд И классные сухайрики С их общего согласия Для их же собственного блага Я живу в стране, где Книга стоит дороже, чем бутылка водки Где молоко стоит дороже пива Где вызов Деда Мороза Стоит дороже вызова проститута Где штраф за парковку на газоне Пять тысяч рублей А штраф за наезд на пешехода От пяти до восьми тысяч Где ежедневный рацион собаки МВД составляет Четыре тысячи двести рублей А ежедневное пособие На ребенка Две тысячи Где пицца и суши Приезжают быстрее Скорой помощи и полиции Где за кражу сырка В супермаркете Можно получить срок Больше, чем за педофилию Где в детский сад Оформляют по очереди взятки Где учебники покупают за свой счет Эх Раньше наше государство Показывало кулак другим А теперь лишь фигу Своим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова